Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я вам покажу несколько приемов и два макияжа. Первый макияж, одним словом, будет вас омолаживать, второй макияж прибавит вашему лицу несколько десятков лет. Итак, давайте приступим. И в руках я держу два тинта, один от Янсен, второй от Лора Мерсье. Я их перемешиваю и наношу на кожу лица. Что я могу сказать? Вы также можете использовать праймер. И здесь я бы, наверное, порекомендовала бы как раз-таки обратить ваше внимание на базу праймер перед использованием макияжа. Это средство для многих стало настоящим мастхевом, так как с ним макияж не деформируется в течение дня, не скатывается в складках и при этом у вас макияж не будет осыпаться. Следующим этапом наносится ваш привычный тональный крем, BB крем, CC крем. Здесь уже отталкивайтесь от своих предпочтений. Я буду смешивать два крема. Один от Гарниер в оттенке светло-бежемого и второй от Мак. Самое главное это подобрать оттенок, который будет подходить вам. И следующим этапом идет консилер. И здесь самое главное использовать его на те участки, которые действительно нуждаются в корректировке. Я его всегда наношу под глаза для того, чтобы убрать синячки, также в носогубные складки для того, чтобы их визуально приподнять и немного на спинку носа. Потом все это растушевываю и получается более отдохнувший взгляд. И следующим этапом идет контуринг. Здесь я могу сказать одно, что грамотное моделирование лица с высветлением и затемнением определенных областей позволит сформировать идеальные черты в любом возрасте. Следующим этапом идет использование натуральных оттенков теней. Если вы хотите, чтобы ваш макияж ни в коем разе вас не состарил, то обратите именно ваше внимание на натуральные оттенки. Это могут быть нейтральные тени, бежевые, светло-коричневые, нежно-розовые, с легкой текстурой, делают взгляд отдохнувшим, открытым и при этом деликатно акцентируют глаза. Затем я всегда использую хайлайтер и с помощью него у меня получается как раз-таки добиться легкого деликатного свечения. Наношу его на верхнюю часть скул и на верхнюю часть губы. Затем беру естественные цвета румяна, к ним относятся природные персиковые, бежево-розовые, розово-оранжевые оттенки. Они делают лицо сияющим и здоровым, при этом румяна следует наносить тонким слоем и слегка растушевывать. Здесь самое главное это то, что контрастной линии быть не должно. Затем я беру увлажняющую питательную помаду для губ. Легкая текстура таких помад делает губы более сочными, пухлыми и гладкими. Чаще пользуйтесь натуральными бальзамами для губ, чтобы они были у вас всегда увлажнены. Следующим этапом идет подводка, но в моем случае я использую карандаш. Здесь есть такой нюанс, что когда вы будете его использовать, я бы рекомендовала наносить стрелку только на верхнем веке и прокрашивать только верхние реснички. Либо вы можете прокрасить уголки ресниц снизу. Объясню почему. Нижний красить не стоит, так как это создаст тень под глазами. И я вам показала макияж, с помощью которого у вас получится омолодить лицо и сделать его более свежим и красивым. Сейчас я вам покажу макияж, с помощью которого у вас получится не омолодить лицо, а наоборот состарить. Первое, что добавляет возраста, это блестящие тени. Тени особенно ярких оттенков с добавлением перламутра, шиммера, блесток. И из-за своей текстуры они скапливаются в складках век, при этом обозначают мимические морщины и микроскладочки. В молодом возрасте это смотрится красиво, но если вам за 40, то я бы не рекомендовала использовать тени с добавлением перламутра, либо шиммера. Следующее, что однозначно вас состарит, это слишком плотная тональная основа. Такая тональная основа создает эффект маски или, что еще хуже, штукатурки на вашем лице. И это очень некрасиво смотрится, особенно когда у вас есть разница между шеей и лицом. Следующая ошибка является эта пудра под глаза. Просто одна из самых грубых ошибок при создании макияжа считается как раз-таки наносить пудру под глаза в качестве корректирующего средства. Вопреки ожидаемому эффекту, пудра лишь делает явными морщинки и иссушает нежную кожу в этой области. Следующей ошибкой является слишком темный и насыщенный румяна. Интенсивные румяна выглядят неестественно, особенно если от природы у вас нежный оттенок кожи. Я решила добавить более ярких теней для явного, скажем так, контраста. Следующим этапом идет нанесение помады. Помада, которая наносится за границы ваших губ, делает вас более вульгарными и при этом, конечно же, прибавляет много лет. Следующим этапом у нас идет использование карандаша на нижний ряд ресниц. И это все утяжеляет взгляд и, ко всему прочему, делает тень. Сразу же взгляд скажется усталым и создается эффект болезненности. Следующая ошибка является прорисовка полностью всех бровей от начала до конца. Это неправильно. Нужно затемнять кончик, в то время как основание брови должно быть на полтона светлее. Также ошибкой являются это коричневые или оранжевые скулы, которые резко контрастируют с остальными зонами лица. И обязательно, если вы все-таки прибегаете к контурингу, то не нужно опускать тени, потому что это все делает вас старше. Распространенная ошибка является прокрашивание контура губ карандашом, который сильно отличается от вашей помады. И сразу же такой образ становится дерзким, вульгарным и, конечно же, конечно же, вы становитесь гораздо-гораздо старше. Я вам показала два макияжа. Если говорить коротко, то не нужно портить природные данные, и состариться вы уж всегда успеете. Время, к сожалению, к нам беспощадно. Я вас всех целую и до новых встреч. Пока!